Ланьир, самый северный город на Земле, в котором по закону запрещено умирать. Ланьир, это самое северное в мире поселением с населением около 2000 человек. Он находится на архипелаге Шпицберген, в месте обитания белых медведей, поэтому оружие носят при себе буквально каждый местный. А еще тут есть парковки для ездовых собак и заброшенные шахты, вокруг которых, собственно, и появился этот городок. Британская путешественница и журналистка Садью Айтлокс рассказала о летней поездке в Ланьир, крупнейший населенный пункт и административный центр норвежской провинции Свальбарт на архипелаге Шпицберген. Несмотря на то, что по прибытии в Ланьир здесь было два часа ночи, было светло, как днем, а температура держалась ниже 10 градусов Цельсия, рассказывает журналистка, и отважилась отправиться из Осло в этот крошечный город, в котором живет примерно 2200 жителей. Я провела там два дня, узнавая про историю этого места, которое раньше было центром добычи угля, и остатках его прошлого, которые бросили жаветь в холодном климате. Город был назван в честь его основателя, инженера-предпринимателя Джона Маннера Ланьира, заложившего здесь угольный рудник в 1906 году. В 1916 году поселение было продано норвежской компанией. Во время Второй мировой войны, после оккупации Норвегии в 1940 году, жители Ланьира были эвакуированы в Великобританию. Сам город и многие из его шахт были уничтожены в 1943 году обстрелом с немецких военных кораблей, но после войны их быстро отстроили заново. Знак предупреждает жителей и гостей города, что белых медведей можно найти по всему Шпицбергену. С белыми медведями здесь особое отношение. Так как Шпицберген – царство медведей, буквально все жители носят с собой оружие на случай нападения, а каждый студент в местном университете в первые дни занятий учится стрелять. Запрещено проносить в магазин пистолеты и винтовки. Да, в этом небольшом поселении есть свой университет, что делает столицу Шпицбергена уникальным местом. Тут находится самый северный университет в мире, самая северная больница, библиотека и так далее. Так как в зимние месяцы местные жители передвигаются на снегоходах и собачьих упряжках, здесь даже предусмотрены специальные парковки для собак. Прогуливаясь по главной улице города с сувенирными и уличными магазинами, я решила продолжить идти в долину, где на расстоянии увидела ледник. После того, как я прошла мимо десятков цветных домов в кирпичных и темно-зеленых оттенках, в городе работает специальный консультант по цветовой гамме, чтобы все здания были окрашены в соответствующие оттенки, окружающий меня пейзаж становился более диким, продолжает журналистка. На темных склонах холмов журналистка заметила несколько заброшенных угольных шахт с деревянными лачугами. Угледобыча в городе и его окрестностях почти сошла на нет к началу 1990-х годов, и на сегодняшний день продукция единственной действующей шахты в городе используется в основном для нужд городской электростанции. Сегодня некогда шахтерский поселок превратился в важный туристический центр Норвегии, куда ежегодно прибывают тысячи туристов, чтобы воочию увидеть великолепную арктическую природу. С середины 20 века власти взяли курс на нормализацию жизни в городе и развитие социальной инфраструктуры. В те же годы началось значительное развитие туризма и научно-исследовательской деятельности. Открытие аэропорта в 1975 году стало важным событием для жизни Лангира, который постепенно превратился в туристический пункт. Интересный факт, в Лангире действует закон, который запрещает умирать на его территории. Если кто-нибудь тяжело заболел или произошел инцидент с потенциально летальным исходом, пострадавшего должны немедленно переправить в другую часть Норвегии, где он и умрет. Но даже если смерть происходит в городе, покойников хоронят все равно на материковой части. Эти меры вызваны тем, что в условиях вечной мерзлоты тело после погребения совсем не разлагаются, и привлекают к себе внимание хищников.